Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня в видео я подробнее расскажу про то, какие функции предоставляет система NC Studio версии 5 для восстановления и выполнения программы после сбоя. Например, когда сломалась фреза или отключили электричество при обработке материала. Давайте шаг за шагом разбираться и, во-первых, рекомендую сразу исключить возможность сбоя системы NC Studio из-за параметров операционной системы Windows. Для этого в самом простом случае необходимо удалить максимально все ненужное программное обеспечение. В Windows 7 это можно сделать отсюда. Посмотрите внимательно. Возможно, есть какое-то программное обеспечение, в котором нет необходимости на станке. Теперь, следующий этап. Необходимо отключить функции энергосбережения. Находится данная группа в панели управления. Электропитание. То есть отключить режим сна, запретить включение монитора, жесткого диска и так далее. Давайте посмотрим, как у меня сейчас настроено на моем компьютере. К примеру, жесткий диск. Никогда. Параметры фона рабочего стола. Пока слайдов приостановлено. Энергосбережение. Максимальная производительность. Сон. Возможно, все отключено. Переход в гибернацию. USB. Кнопки тоже рекомендуется отключать. Кнопки питания крышки. Это для того, чтобы случайно не задеть, например, их. Производитель с процессором на максимуме. Экран никогда не отключать. То есть постарайтесь настроить аналогично себя на компьютере. Теперь обязательно отключите антивирус и бренд-бауру. На компьютере от станка ЧПУ в данном программщине нет необходимости. Чаще всего. Также обязательно проверьте, что в диспетчере устройств для всего оборудования у вас установлены последние версии драйверов. Сейчас, как видите, у меня нет неопределенных устройств. То есть все драйвера установлены. Все это довольно просто выполнить, но многие забывают сделать это. Хорошо. У меня на компьютере на данный момент установлена плата PCMC 3G. Поэтому я рассматриваю возможности NC Studio, например, версии 5.488. Запускаем систему. Готово. В системе NC Studio версии 5 присутствуют следующие функции, которые необходимо комбинировать в зависимости от возникшей аварийной ситуации. Ключевой функцией является функция возврата портала станка в домашнее положение. Ее важно всегда использовать перед началом обработки. О ней я рассказывал в предыдущем видео. Находится она здесь. Муфту Reference Point. Вы возвращаетесь. Если у вас все три датчика, то есть Z, X, Y, установлены на станке, то есть нажимаете All Access. Если у вас установлены, допустим, датчики X и Y, то последовательно X и Y. И обращайте внимание на то, чтобы фреза вас не задевала заготовку, крепление и другие какие-то крепления. По завершении станка в домашнем вложении у вас, во-первых, обнуляются машинные координаты. Это единственный способ их изменить. А также обнулить, имеется в виду. А также вступают в силу программные ограничения. Следующей функцией является группа функций, во-первых, Show File Line в группе View. Чтобы ее активировать, возможность активации, то есть чтобы была возможность активации этих функций, нужно перейти в режим Auto. Show File Line отображает номер строки, а Trace Current Line в режиме выполнения управляющей программы позволяет отслеживать текущую строчку управляющей программы. Теперь здесь такой момент. NC Studio как бы поддерживает два, скажем так, то есть она поддерживает, во-первых, отображение линий, но также присутствует такой элемент, как блоки. Но они на самом деле отличаются незначительно. То есть линия, как видите, единичка, блоки это N10, это отображается. То есть далее, используя функцию запуска с определенной строчки, там будет предложен выбор, либо использовать линии, либо блоки. Как видите, они просто отличаются на 10. Если использовать линии, то линия 2. Соответственно, здесь N20, это блоки. И самое главное просто на чем-то что-то для себя выбрать, то есть использовать либо линии, либо блоки. И уже далее в этих функциях их как раз и использовать. Отлично. Следующим набором функций является функция Save Load Origin, сохранение и загрузка нуля модели машинных координат или координатах станка. Эта группа функций находится здесь. Это также очень удобно. То есть можно после возврата станка домашней положения и после того, как вы выставите ноль модели в какой-то точке, ее можно сохранить и потом при необходимости загружать. Следующая функция это клавиша Resume. Если вы остановите управляющую программу, то с помощью данной клавиши можно будет ее вновь запустить с последней запущенной строчки. В данном случае, если давайте сейчас посмотрим, запустим управляющую программу. Подготовка на запуск шпинделя. Мы видим, что здесь отображает последняя выполненная строчка. Именно в обозначениях блоков, то есть строка 21, блок 210, на 10. То есть на 10 больше. Теперь останавливаем уволнение программы. И функция Resume как раз позволяет запустить управляющую программу с заданного блока. Ну либо со строчки 32. Затем важная такая функция как Advanced Start. Она как раз позволяет запустить управляющую программу с какой-то заданной, заданного блока, либо заданной строки или линии. Сразу она подставляет, то есть программа Institute сразу сюда подставляет значение с последнего блока. То есть как уметь 320 можно ввести какое-то другое. Например, чаще всего вводят номер блока или строки на несколько назад. То есть на, к примеру, 30, да, то есть, соответственно, блок 300. Если используете линию, то нужно ввести 30. И далее выполнять до конца и либо до, опять же, какой-то, какого-то блока или линии. Ну чаще всего, опять же, до конца. Теперь в режиме выполнения программы присутствует такая полезная функция, как подстройка положения портала во время выполнения управляющей программы. Сейчас программа запустится. Необходимо приостановить управляющую программу. И затем как раз имеется такая функция джигл. Зачем она нужна? То есть, когда вы запустили управляющую программу и вы заметили, что фреза у вас, допустим, идет выше заготовки или, наоборот, слишком заглубилась, вы можете, к примеру, поднять фрезу. Давайте сейчас поднимем на несколько десяток. И дальше уже продолжить выполнение программы до новой высоте. Опять же, запуск шпинделя сейчас выполняется. И теперь программа выполняется чуть выше по оси Z. Следующая полезная функция – это режим отладки. Его преимущество в том, что программа выполняет определенный блок команд и затем сама приостанавливает. Таким образом, вам не нужно как бы вручную приостанавливать. Вы выполнили определенный блок, посмотрели, все у вас хорошо. Соответственно, отключили этот режим. Если есть какие-то проблемы, да, опять же, выполнили подстройку фрезы, положение фрезы. Итак, итерационно. Окей, я показал вам самые важные функции. Теперь рассмотрим варианты их использования. Отмечу, что перед запуском программы важно вернуть станок в домашнее положение. И начнем с такого алгоритма, когда, к примеру, у вас отключили электричество. На первом этапе, естественно, вам нужно подать питание на станок запустить NC Studio. Затем запомнить номер последней строки. Его можно посмотреть будет вот здесь. Поднять портал по оси Z. Это просто для обеспечения безопасности. Затем вернуть станок в домашнее положение по тем датчикам, которые у вас установлены на станке. Затем переместить портал в ноль по осям X, Y. И при необходимости изменить ноль по оси Z. То есть вы опускаете портал по оси Z, смотрите, все ли вас устраивает. Затем уменьшаете скорость. Сейчас я остановлю выполнение. Затем уменьшаете скорость. Настраиваете нужную частоту вращения шпинделя. И выполняете одну из функций. То ли вы запускаете выполнение управляющей программы с самого начала, к примеру, чуть-чуть заглубившись, если, скажем так, выполнение программы не слишком далеко ушло. Либо используете функцию Resume, то есть выполняете с последнего блока команд. Либо используете функцию Advanced Start. Затем начинайте выполнять программу. Если видите, что у вас, к примеру, фреза ушла слишком глубоко, да, или наоборот, идет выше заготовки. Затем нажимаете паузу и уже подстраиваете положение портала фрезы с помощью функции Jiggle. Теперь давайте рассмотрим такой вариант, когда у вас, к примеру, сломалась фреза. То есть в этом случае вам необходимо остановить выполнение управляющей программы, естественно, запомнить номер последней строки, поднять портал по оси Z, сменить фрезу, переместить портал в 0 по осям XY, при необходимости изменить 0 по оси Z. Затем все тоже самое стандартно. Опять же уменьшить скорость задать частоту. Затем либо запустить с самого начала, либо с последней строчки, либо с заданной строчки, то есть Advanced Start. Затем использовать функцию Pause. К примеру, то есть если вас что-то не устраивает, опять же выполнить подстройку положения фрезы. И затем уже увеличить постепенно скорость. Ну и фактическое выполнение UP восстановлено. Отлично! Если вы обладаете опытом восстановления программы после сбоя в системе NC Studio, обязательно делитесь им в комментариях к видео. На этом все. Спасибо за ваше внимание.